Когда отключают от водоснабжения, значит ситуация доведена до предела. В данном случае сумма долга людей за воду составила 434 тысячи рублей. Мало того, что застройщик, а это в городе уже общепринятая практика, не довёл дело до конца и 38-квартирный дом на Макаренко 6-8А подключён к воде по временной схеме, так ещё и сами жильцы не считают своим долгом расплачиваться за предоставленную им услугу. Водоканал ждал два года, но всему бывает предел. С незаконными подключениями, отключения от дома есть ограничения по водоснабжению. Сейчас непосредственно закрытие и установка пломбы. У дома, отмечают специалисты водоканала, нет проектно-технической документации, соответственно, у жильцов и нет договоров. Подобно подавалось по временному соглашению, по сути, из чувства жалости к жильцам, которые оказались в непростой ситуации из-за нерадивого застройщика. Но и сами они, да и их управляющие компании не проявляют активность, чтобы решить вопрос с официальным подключением к сетям. Отключение было плановое, уведомлены все службы, администрация, Роспотребнадзор, пожарная служба. Люди были уведомлены, развешаны были объявления заблаговременно, но никаких попыток к погашению дебюторской задолженности на сегодня мы не видим. Пока гуманная опломбировка, как напоминание жильцам, что любую коммунальную услугу необходимо оплачивать. Если люди пломбу сорвут и подключатся самостоятельно, меры будут более жесткими. Как правило, вырезается уже часть трубы водопровода. Но задача водоканала не наказать жильцов, которые, к слову, не идут на контакт с организацией, а из окна снимают на телефон, как производится отключение от водоснабжения. Задача – оформить законное подключение. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.